добрый день как-то произошла мне такая интересная история был я на одном званом обеде в честь группы важных людей которые приехали сюда в израиль группа говорила только по-русски нужно было ее переводить я там организовывал какую-то часть религиозного знакомства этой группы с достопримечательностями города иерусалима в качестве организатора был приглашен на вот этот вот динер с ними история была такая всех сидящих за столом попросили представиться кто вы чем занимаетесь ну и каждый из членов делегации вставал и говорил ну я там врач я сапожник портной шучу многие вставали говорили я бизнесмен с малыми с большими бизнесами я встал и сказал что вы знаете я тоже бизнесмен мой бизнес это тора все так за шушукулись так начали сразу говорить как бы а что и мой друг один из известных раввинов на просторах бывшего ссср сразу сказал нет нет он имел ввиду начал как бы так извинительно ну ничего не хочу плохого про него сказать начал так извинительно говорит что вот ров мэндель имел ввиду ничей не имел ввиду на самом деле да наш бизнес это тора что мы имеем ввиду сказать а я вам скажу что мы миска и посмотрите здесь как написано в сидуре бару хата ашем это благословление на тору на изучение тора которое мы говорим каждое утро есть мнение что это благословение де о райта но историю то есть нельзя без этого благословения изучать тору если ты не сказал благословение на тора на самом деле вот это благословение скорее всего третье она она и сторы а шерба хорбонуми колами что всевышний выбрал нас быть несущими тору и дал нам свою тору благословим всевышний дающий тору скорее всего вот это благословление она история а это оно от мудрецов да бабочка. Ну, неважно. Смысл этого состояния – заниматься словами Торба. Знаете, что такое бизнесмен? Бизнесмен – человек, который занимается. Что значит, он занимается? Он все время занят своим бизнесом. То есть, как американцы говорят, time is money, да? Значит, время – это деньги. Ахофетсхайм, знаете, как говорил? Time is Тора. Время – это Тора. То есть, все время, вот как американцы понимают, что любое, любую секунду я могу заработать еще денег, еще долларов, каждую минуту я могу ее как-то экстраполировать в денежный эквивалент, точно так же любую секунду можно экстраполировать в Тору. И Тору нужно заниматься точно так же, как и бизнесом. Вкладывать там, где прибыльно, и искать эти места, где есть прибыль, где можно заработать, где можно набраться как можно больше Торы. Например, мы недавно учили в трактате Мигела, что изучение Торы больше, чем построение храма. Помнишь, Эльбарелей? Да? Там написано, что пророк Эзра 22 года после разрешения возвращения в землю Израиля не шел туда. Почему? Потому что его учитель Барух Бен-Нария, пророк Барух Бен-Нария, ученик пророка Ихискеля, он оставался в Вавилоне. И пророк Эзра, который как бы обосновал, здесь основал второй храм, возвращение, он 22 года не шел. Почему? Потому что он занимался Торой. Что значит, он пренебрегал строительством храма и возвращением в землю Израиля? Нет! Бизнес, который называется изучение Торы, был важнее, чем более прибыльный бизнес, чем бизнес построения храма, возвращения всего изгнания в землю Израиля. Вы представляете, что это такое? Так вот, это наш бизнес, заниматься Торой. И не нужно стесняться, и не нужно оправдываться. Да, бизнесмены встают, они говорят, да, мы бизнесмены. А мы бизнесмены от Торы. Только в русском языке, когда я говорю, что я бизнесмен от Торы, вот это есть какой-то душок такой, да, типа я делец такой, да? На Торе делаю деньги. Да нет, я на Торе делаю Тору. И в этом наш бизнес. Вложиться там так в Тору, чтобы получилось много Торы. Так изучать Тору, чтобы выросло больше Торы. Так преподавать Тору, чтобы больше людей знали Тору. Распространять Тору. Это наш бизнес. И поэтому Брахана именно такая ла-сок, бедеврей-тора. Заниматься словами Торы. Понимаете? Есть действительно места, в которых есть нусах, нусхаот, в которых написано аль-дивлей-эт-диврей-тора. Здесь нет этого слова ла-сок, эс-ок, заниматься. Есть такие нусхаот. Но я думаю, что в принципе суть не меняется. А вот действительно в башкинаском нусахе, в нусахашке у нас именно так и написано. Тов, большое спасибо. Это идея, история, которую я хотел с вами поделиться. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok